Его отличительная черта, конечно, то, что он очень добрый человек. Он добрый, и эта доброта, она идёт где-то из-за его глубин, его личности. Как он говорит, бабушка, когда мне давала крест, сказала, никогда не отвечай злом на зло. Я могу свидетельствовать, что многократно люди делали зло, и прямо лично против него, и против общего нашего дела, но он никогда не ответил злом на зло. Ни разу. Это удивительный, добрейший человек. Я его спрашиваю, говорю, Зураб, что ты ждёшь? Это же негодяй. Его надо вообще уничтожить, убрать, чтобы его духу не было. А Зураб всегда одинаково отвечал. А мне бабушка давала крест, сказала, не отвечай злом на зло. Я много раз это слышал, и даже на совещаниях у Лужкова, когда на Зураба просто летели стрелы, грома и молнии. А он ни в чём не был виноват. Виноват был другой человек, который присутствовал в зале. Зураб молчал. Я потом спрашиваю, почему же ты ничего не сказал? Как ты мог молчать? Этот негодяй сидел тут рядом. А он, как всегда, бабушка давала мне крест, сказала, не отвечай злом на зло. Вот такой Зураб, он исключительно светлый, и поэтому так он умеет всё организовать, и люди к нему тянутся. Светлый, добрый, умный, талантливый человек, безусловно. Зураб Константинович Церетели – это человек эпоха, это масштаб, это невероятная всеобъемлющая любовь к человеку и к человечеству, к искусству. Мастер невероятной красоты, масштаба, силы, грандиозности, грандиозный человек. И вот когда в конце 90-х годов решался вопрос в Российской Академии Художеств, на президиуме решался вопрос, как и кто будет дальше руководить, когда не стало Николая Афанасьевича Пономарёва президентом Российской Академии Художеств. Тогда на совещание встал Ефрем Иванович и сказал, что Николай Афанасьевич Пономарёв сказал такие слова, что он мог был доверить Академию только Зурабу Константиновичу Церетели, потому что этот мастер был знаком с новыми условиями, которые, как мы потом выяснили, были в России. Человек, который обладал не только талантом художника, но и деловыми талантами, который мог понять эту жизнь, который мог понять не только творческую жизнь в России, но и в этот современный момент тогда, но и мог повести дальше Академию. Человек мощный, сильный, энергии невероятной. И вот именно эти слова, которые произнёс Ефрем Иванович тогда на собрании в Российской Академии Художеств, они стали судьбоносными. Ефрем Зураба Константиновича Церетели в 1997 году избирает всем собранием Академии, президентом Российской Академии Художеств. И более 20 лет он президент, постоянно переизбираемый и совершенно авторитетный человек, пользующийся невероятным авторитетом в художественной среде. И его личность невероятно масштабна. Мы нужно очень долго говорить о нём и как о мастере живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Это человек многогранный, невероятный. Он поставил памятники во многих странах, украсил своим искусством многие континенты, многие города. И его работы находятся во многих странах мира, в музеях мира, в галереях. И памятники его невероятно интересны и всегда обсуждаемы. Они могут нравиться, могут не нравиться, но они всегда волнуют человека и волнуют человечества. Они понятны современным. И понятны будут и будущим поколениям, потому что они поставлены с чувством большой любви к человеку и к человечеству. И ему многие говорят огромное спасибо за те его добрые дела, которые он постоянно, с самой молодости, он помогает очень многим художникам. И сейчас очень многие люди говорят ему спасибо. Не только за какие-то финансовые помощи, за доброе слово, за доброе слово, за участие в судьбе, за дело. Он очень многим помог в жизни. И многие говорят ему спасибо, Зураб Константинович, за то, что вы есть на земле, за то, что вы такой талант. И за то, что вы человек мира. И этот масштаб, он присущ и Российской Академии Художеств. Потому что Российская, с его участием как президента в судьбе Академии Художеств, он расширил границы Академии, действия Российской Академии Художеств. Многие художники почувствовали себя людьми масштабными, людьми, которых могут понимать не только его современники, но и будущее поколение. Значимость свою сохранил в 90-е сложные годы достоинство художника. И это очень важно для мастеров искусства. И сейчас продолжает Российскую Академию Художеств держать в масштабе, в мировом масштабе. Я не побоюсь этого слова. Спасибо Зурабу Константиновичу за этот масштаб, за это искусство и за это невероятное человеколюбие. Зураб Константинович, дорогой мой, любимый человек, вы самый замечательный художник нашего времени, которого я знаю. Умница, талантище, необыкновенные работоспособности, необыкновенной доброты, необыкновенного ума, такта и воспитания. Вы действительно человек с большой буквы, и мы вас все очень любим. Вы наше знамя, наше пламя и наш лошадь. И мы на этом стоим и будем стоять, пока Бог вам даст здоровье. Зураб Константинович, большое вам спасибо за все, что вы сделали для московских художников и для меня лично. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы все время были с нами, всегда вместе. Мы вас очень любим. Ну, работать с Зурабом Константиновичем очень интересно. Вы знаете, этот человек уникальный, уникальный. Он работает в скульптуре, в живописи, в графике. Он прекрасно делает гобелены, помогает даже работницам, которые ткут эти гобелены, как правильно делать, как подбирать цветы. Это очень прекрасно. Ну, что касается его организаторских способностей, то весь мир знает. Он ведь у нас, кроме того, что он народный художник СССР и России, он еще замечательный представитель нашего народа в ЮНЕСКО. Он является послом доброй воли ЮНЕСКО. Проводит много работы там, особенно с детьми, с детьми иностранных посольств, с детьми, так сказать, детских учреждений. И не только за рубежом, но и здесь. Он за год проводит больше 40 выездов, выездов, так сказать, своими работами. Поэтому, ну, я вам скажу, что, по-моему, вот его работы его сопровождают везде. Ну, в связи сейчас вот с коронавирусом он находится на удаленке, так называемой, в Переделкино, вот, под Москвой. Но, тем не менее, тем не менее, он открыл и сделал для работ, вот, так сказать, там, серию работ, которые разместил в своем замечательном, вновь созданном музее. А потом территория его, небольшого участка, тоже вся заполнена, тоже вся заполнена его скульптурными работами. От большого, огромного монумента до маленьких скульптурных произведений. Я хочу пригласить всех жителей Твери побывать у него, у нас в Академии, посмотреть его работы. Почему? Потому что Академия находится рядом с его картинной галереей. Вот, где он, так сказать, выставляет все свои работы и даже те макеты, которые, так сказать, будущих работ. Будущих. Вот это тоже очень характеризует его, что он не скрывает, о чем он думает, что он предполагает сделать в ближайшее время. Вот, уважаемый Зураб Константинович, вот в день открытия памятника нашему коллеге Ефрему Ивановичу Зверькову мы приветствуем вас и желаем вам здоровья, успехов, ну и, конечно, огромных творческих начинаний и выполнения всех задумок, которые у вас есть. Мы вас любим, обожаем и желаем вам всего-всего хорошего. Зураб Константинович, я, конечно, никогда не могла перейти на Зураб, потому что, хотя многие мои товарищи, коллеги называли его просто Зураб. Для меня он всегда был Зураб Константинович Церетели. Это дань уважения человеку, дань уважения художнику, с которым мне довелось много провести времени. И я поэтому счастлива, что жизнь меня столкнула с таким человеком. Дорогой Зураб Константинович, мы вас любим, уважаем и от всей души желаем вам много и блага и лета, новых творческих свершений. И также поздравляю вас с недавно открытшейся персональной выставки в Болгарии, в Софии, несмотря на сложнейшую ситуацию в мире, на карантин, на всякие трудности. Зураб Константинович, вы сильный человек, вы наш командор, наш президент Российской Академии Художеств, который ведет Академию вперед. Поэтому вам желаем новых творческих свершений и богатырского здоровья. Зураб Церетели – это явление не только в грузинско-русской культуре, а в европейской мировой культуре. Мы можем гордиться тем, что этот человек эпохи Возрождения родился в наше время и живет с нами, в России. Но он человек мира, у которого огромное количество скульптур в Америке, слеза в Нью-Йорке. Папа Римский около Парижской Богоматери, в Марбее памятник Колумба. Скульптура в Москве, в Петербурге, по всей России. Это особый человек, который является почетным легионером Франции. Единственный член Академии, Французской Вечной Академии Искусства Французской. Этот человек необыкновенно вкусный, интересный. Он как ребенок, он задористый, оптимист. Он сделал огромное количество дел для художников, помогает им на операции, дает деньги. Он поддерживает культуру. Единственный, открывший современные музеи современной искусств и много разных филиалов. Я думаю, что то, что называться его другом, это огромная честь для любого человека и для меня тоже. Я с ним дружу долгие годы, люблю его, ценю дружбу с ним. Он открывал мои выставки, он постоянно при встречах говорит мне какие-то приятные слова. Он любит художников, он любит людей. Художники друг друга как бы не всегда уважают и ценят и любят. Иногда судьи бывают, а кто судьи? Иногда судят люди, которые сами ничего особенного не создали. Поэтому Зураб всеобъемлющий художник, умеющий работать и в керамике, и в живописи, и в акварели, и в скульптуре, конечно, незаменимой. Я думаю, что это художник мозаик, как Микеланджело. Я думаю, что это время будет оцениваться именно благодаря Зурабу Царителю. Потому что он особый человек, человек, который родился Богом, подарен на этой земле. И то, что он грузин, и то, что у него широкая душа с невероятной гостеприимной, широкой, такой открытой волной к тем, кому он обращается. Академия бы давно исчезла, если бы не Зураб Царителю, который возродил, поднял и создал, оставил, сохранил. Это тоже заслуга его. Он меценат, благотворитель, художник и, конечно, друг. Я очень люблю Зураба Константиновича Царителю, и он помогает людям, которым он чувствует, что им нужно помочь, талантливым людям. Я не знаю, думаю, что без Зураба Царители страна, мир бы был беднее намного. И человек, который заставил говорить о себе всю планету, кто еще может сегодня это сделать? Это только Зураб Константинович с его необыкновенным вкусным восприятием этого мира, с его творческим детским взглядом и с его открытой душой и сердцем. Он и делает мастер-классы для детей, он и со мной открывал памятник Пластову Аркадию Вульяновске. По моей просьбе это делал тогдашний ректор Суриковского института Бичуков Анатолий Андреевич. И мы потом вместе, я попросил Зураба, поехали в Ульяновск и открыли этот памятник великому Пластову. То есть он ценит и прошлое, и настоящее, и поддерживает будущее. Я думаю, что о нем можно говорить бесконечно. Он уникальный во всех проявлениях. Есть люди узкого направления, он широк во всем своем масштабе. Он настоящий академик, он настоящий художник, и он настоящий человек. Вот это человек, о котором надо снимать фильмы, писать оды и говорить. Я говорю искренне, от души. У меня есть люди, которых я очень люблю, и которые для меня являются очень высоким показателем творческого восприятия. И это, конечно, и Рукавишников Александр. Это люди, которые говорят о нем очень высоко и очень красиво. И я думаю, что для меня это тоже важно. А тот, кто говорит о нем плохо, это говорит о том, что он великий, о том, что он необыкновенный, о том, что он значимый. Как-то Сенека сказал, уровень людей определяет по уровню их врагов. Наверное, у него есть какие-то недоброжелатели, но это завистники пустые и не имеющие как бы основания объективного говорить о таком явлении, как Зураб Константинович. Я желаю ему удачи, здоровья, ангел-хранитель во всех его делах. И 85 лет. Он оптимист, он горяч, он творчески наполнен энергией и желанием и дальше развиваться и творить. Он все время обновлен, он все время в экспрессе, все время в движении. И это тоже говорит о его величии, о его значимости. В общем, скажем, без приукрас, это Микеланджело наших дней. И я рад, что мы с ним знакомы и дружим. Удачи ему и здоровья. С любовью, Зураб Константинович. Я вас люблю. Дело в том, что Зураб Константинович, когда стал президентом Российской Академии Художеств, он, конечно, для московских художников, членов Московского Союза, сделал очень большое дело. Он очень многих художников, действительно достойных, сделал действительными членами-академиками и член коров. И член коров. Они получили зарплату. И это в трудные времена, это был конец 90-х годов, начало 2000-х. И художники, которые стали получать зарплату в Академии, они просто выжили, потому что времена были трудные, заказов уже никаких не было, галереи. Тоже фактически у нас в России отсутствует арт-рынок. И сделав многих художников-академиками и член коров, Зураб Константинович фактически их спас. дал возможность им заниматься творчеством. Кроме того, те, кто стали академиками или член корами, регулярно могут делать персональные выставки в Академии. Академический зал – это сегодня одна из самых больших выставочных площадок в Москве. Потому что, к сожалению, в Московском Союзе художников у нас хороший зал, Кузнецкий-11, но здесь мы делаем общие выставки для художников, бесплатные. А вот так, чтобы сделать персональную большую выставку для художников, это сегодня зал Академии художеств. И регулярно там проходят персональные выставки московских художников. Это очень большое дело. Кроме того, он еще такие же выставки устраивает в своей галерее тем художникам, которые действительно интересны, которые могут сказать что-то новое в искусстве, показать интересные работы. Кроме того, Зураб Константинович постоянно дает бренд Академии тем выставкам, которые Московский Союз художников, Союз художников России, Творческий Союз художников проводят в региональных выставочных залах и делают совместные выставки, обменные с региональными союзами. И здесь, конечно, то, что это проходит еще и под Угидой Академии, очень важно. Это сразу повышает рейтинг этих выставок. Вот. Но что я хочу сказать? Зураб Константинович очень добрый человек. У него нет такого, чтобы он кого-то любил или не любил. Хотя хочу сказать, что в искусстве он хорошо разбирается и понимает, что хорошо и что плохо. Но, тем не менее, в общем, помогает он тем, кто нуждается, по-настоящему нуждается. И за это ему, конечно, от московских художников и от меня лично огромное спасибо. Зураб Константинович, мы вас всех очень любим. Вы молодец. Дай Бог вам здоровья, чтобы вы всегда были вместе с нами. Может, чем? Человек необыкновенно талантливый и необыкновенно работоспособный. Вот я таких людей, честно говоря, больше не знаю вокруг себя. Он настолько много может работать и настолько он вынослив, что просто удивительно. Но еще при том, при всем, он не только может работать, но он может работать талантливо. И это не значит, что он должен... Понимаете, было, особенно поначалу, были проблемы у него с восприятием, ну, как бы, коллег. Но тут надо понимать, что он художник грузинский прежде всего. И вот когда я попал в Грузию первый раз вместе с ним и увидел то, что он там делает, в Грузии, это совершенно органичные вещи. Вот совершенно полная органика. Если это, может быть, кажется иногда там слишком ярко или слишком там как-то, ну, непонятно или непривычно, то там это совершенно органично все выглядит. Он все-таки прежде всего художник грузинский. Субтитры создавал DimaTorzok